Это новость утром 25 мая облетела всю страну. ФСБ сорвала террористическую атаку на ленинградскую и калининскую АЭС. Спецслужбы Украины готовили теракты ко дню победы. Я мой сынок Александр, 78-го года рождения, гражданин Украины. У меня позывной механик. Подписали одновременно я у Сатенко и Кищак, соответственно у Сатенко Макс, у Кищака Юбыка. В районе Лихославля заминировали 7 опор за один вечер. На второй день выдвинулись в сторону Ленинградской области. Я заминировал 3 опоры. У Сатенко пошло минировать 2 опоры. Случился непредвиденный взрыв. Мы разбежались. Мы с Кищаком уехали, а Усатенко потеряли. Я Усатенко Эдуард Николаевич, 31 октября 1974 года рождения, гражданин Украины. В октябре 2022 года был завербован гроботиком Виталием, работником службы внешней разведки. Наша задача входила в подрыв опор линий электропередач на территории Российской Федерации. Для выполнения задачи мы разделили материал и сделали один из схронов, в который входили взрывчатые вещества, детонаторы и таймеры для последующей реализации. По замыслу украинских спецслужб, подрыв более 30 опор высоковольтных линий электропередач привел бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС. Все это нанесло бы серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации. Не вышло. В отношении членов диверсионных террористических групп возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Мероприятия по документированию преступной деятельности и розыску организаторов, диверсантов и их пособников продолжаются. Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СК завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора департамента строительства и реконструкции госкорпорации российские автомобильные дороги, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным ОФСБ России по Тверской области. По версии следствия, обвиняемый в период с сентября по декабрь 2022 года получил от директора коммерческой организации, выполняющей дорожные работы, более 19,5 миллионов рублей, являющейся частью от общей суммы взятки в размере 29 миллионов рублей. Деньги передавались за беспрепятственное принятие выполненных работ по рубке леска и корчевке пней. В декабре 2022 года должностное лицо было задержано сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Красногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.